Испанская икона Богоматери была явлена в селе Корнеевка Саратовской области. Это случилось около ста лет назад. В советское время чуди старались не вспоминать, а вот местные жители долгие годы хранят о нем память. О святыне рассказывают наши коллеги из Саратовской митрополии. Пресвятая Бухаруица, спаси нас! Бабушки из села Корнеевка всегда активно участвуют в богослужении. И вот и молебен знают наизусть. Молятся при святой Богородице, уместно чтимой святыне, источника, на котором была явлена икона Божьей Матери в 1917 году. Жили здесь пленные австрийцы, Первую мировую войну, которые были захвачены. И среди них был, один из них был Петр Чердаш. Он донимал людей тем, что ему были вендения, что вот именно в этом месте нужно копать и найти икону, и отнести ее в храм и молиться перед ней. Испанский образ Богоматери, правда не оригинал, а список 100 иконы, хранится не в Корнеевке, а в поселке Заволжском. Образ стал почитаться сразу после победы испанцев и греков над Сарацинами в 8 веке. Настоятель храма в Заволжском уверен, не случайно в 1917 году явилась именно эта икона в России. Дело в том, что и русский народ, и испанский народ несколько похожи своей судьбою в 20 веке. Оба народа прошли через революции, войны, диктатуры. В Корнеевке сегодня нет ни одного местного жителя, который бы не знал об этом событии. Здесь из поколения в поколение передают рассказ о чудесном явлении. Помнят и того австрийского солдата, мазьяра по национальности Петра Чардыша. Остриак это был пленный, он у бабушки. Она пройдет мимо, а он на коленках молится. Мать моя старая, конечно. Она говорит, как он рыл, как он мучился, говорит, сколько. И все-таки попал. На него смеялись. Смеялись, да. Поскольку он был католиком, естественно, пленным, его никто не слушал. Солдату долго не верили, но Петр проявлял настойчивость и в мае 1917 года собрание жителей постановило копать. Тогда на этом месте была старая гумна и саманный домик. Нашел сверток. И когда его развернули, на Красном Атласе была икона. Написано было внизу испанской, Христой Богородицы. Она была вида такого, как будто бы в те времена с Афона часто благословение давали иконы. Именно в таком виде она и была. Петр принял православие и после революции уехал на родину, в Австро-Венгрию. Его судьба местным жителям неизвестна. Источник власти закрыли. Икону спасла одна из сельчанок. По рассказам старожилов, она спрятала ее в чулане, но через какое-то время образ просто исчез оттуда. Возрождать источник начали семь лет назад. Сегодня о нем мало кто знает за пределами села. А вот до революции сюда совершали паломничество. Корнеевские бабушки рассказывают о чудесных исцелениях. Еще тетя Марусь с Афона, она вообще с 12-го года в нашем совхозе жила. Ее тоже нет, царствие небесное. Она, это я один раз встала, говорит, она, ой, это в нашем Корнеевке-то целый угол накидывали костылей. Целый угол накидывали костылей только. В Корнеевке всегда были сильны православные традиции. Отсюда люди пешком ходили в Иерусалим, добирались и до Афона. В годы советской власти сельчане хранили веру, молились, венчались. В каждой семье были иконы. В общем, жили так, как будто бы не было вокруг никаких перемен. Может быть не случайно, именно в этом селе и произошло такое чудо в 17-м году прошлого столетия. Оксана Лючева, Алексей Молчанов, Роман Шельдяев. События. Саратовская метрополия.